приветствую друзья я недаром показал как разумков задом уходят с верховной рады украины похоже этот человек уже все похоже зеленые серьезно настроены убрать с спикера верховной рады эту марионетку олигархов на съезде в партии в трусковце разумкова просто-напросто не пригласили тем самым показал ему что на него уже не рассчитывают его не считают частью команды его считают предателем который начал вести свою игру с олигархами олигархическими группами пытаясь так сказать подсидеть зеленского и наработать себе а политические политический рейтинг хотя разумкова знаете что самое смешное отрицает что у него есть какой-то конфликт со слугой народа и президентом меня десна не мая конфликта еще его хочет створить и цей инши питания какой молодец врет не краснеет ну да дима тебя конечно нет конфликта со слугой народа с зеленским и ты не начал работать на пенчука кстати подтверждение этого этому лидер партии голос кира рудик сказала что не будет голосовать за отставку разумкова с поста спикера верховной рады украины фракция голос не бачить причин чтобы голосовать за его отставку мы вважаем что он выполняет свои задачи добрые самое интересное что сейчас уже не ахметов финансирует разумкова не он нет а сейчас это виктор пинчук и хочу сослаться на моего хорошего товарища знакомого который вылил инсайт который прошел абсолютно незамеченным послушайте андрея пилюховского а кто же вы начал финансировать очень интересно мы знаем что он уже его ахметова был деньги клянчу но самое главное думайте кто его начал финансировать господин кобалев что такое кобалев мы прекрасно с вами помню кобелёк помню 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 вот эта информация подтверждается с множества источников уже моих источников что кобалев финансирует нашего умничку диму разумкова вы скажете но у кобалев никакой не олигарх чтобы его финансировать я скажу да действительно так и по моей информации кобалев не так давно был в вене где встречался всем известным олигархом фирташем так что за димой разумковой торчат не только уши пинчука но судя по всему еще уши другого одиозного олигарха дмитрия фирташа процесс называется зашквар вот этот вот то есть диму разумкова по большому счету убирают потому что он олигархическая марионетка потому что он на вот знаете сделал такой фальстарт и начал искать а деньги олигархов но помимо того что это просто олигархический персонаж очередной до управляемая кукла дима разумков еще очень непорядочный человек он зарабатывает абсолютно грязным таким презренным делом имея ломбарда цеговоры не сприймите як там намагание сподобатись я честно верю в те что политик и люди на це повинны быть не дивлячись ни на что дужи тісно повязані особисты потому что если у вас есть разрыв между политиком и людиною то это рано или поздно приведет краху вашего как политика да и вообще друзья мои знаете ли вот для такого уже можно сказать грязного персонажа как дима разумкова беспринципного персонажа да который наживается на чужом горе имея вот эти самые ломбарды для него ничего не стоит если ему будет выгодно восхвалять но абсолютное мне кажется зло во время своего во время своей должности арсена авакова сынок ты знаешь что такое зашквар я думаю что министр внутрішніх справ на своем месте достатнь эффективно кони свои функции він відповідає ті посаді на які сьогодні небо небо не видела такого позорного пацака как за эти вот то что разумкова сейчас уберут я думаю для всех очевидно это дело времени и он это заслужил потому что он повелся на олигархические ковришки на олигархические деньги и захотел такой сепаратизм сделать от зеленского отделиться сделать свою политическую силу ну и попытаться собственно уже на следующих выборах переплюнуть зеленского сейчас его сольют и знаете ли не жалко умный мальчик дима разумков а допустил ошибку и сейчас улетит на политическую помойку пока а